В рамках архитектурно-искусствоведческой комиссии Донской митрополии второй год организуются встречи иконописцев. История русского церковного искусства, развитие иконописи 16-17 веков. Эти и другие темы обсуждались на очередном собрании. Обмениваться опытом, выступать с докладами, обсуждать новости церковного искусства стало доброй традицией. На одной из таких творческих встреч побывала наша коллега Евгения Шатилова. Встречи иконописцев проходят в Ростовской-на-Дону епархии на протяжении двух лет. Раз в полгода люди церковного искусства собираются вместе, чтобы обменяться своими идеями, наработками и набраться вдохновения от творческой встречи. Тот или иной период церковного искусства, сопоставление современной и древней иконописи, особенностей иконостасов и росписей, тем для обсуждения множество. Каждый раз в процессе таких встреч художники делают для себя новые открытия. Бывает такое, что кто-то из иконописцев побывал в какой-то поездке, какой-то уникальный материал, допустим, фото или видео, или теоретически какой-то материал собрал, делится со своими коллегами. Такой способ обмена опытом организован в рамках архитектурно-искусствоведческой комиссии Донской митрополии, которая не только отслеживает выполненную работу, занимается реставрацией памятников культуры, но и ведет просветительскую деятельность. Церковное искусство способно действительно показать, что все то, что есть в церкви, оно не просто красиво, а оно действительно имеет внутренний, какой-то сакральный, особенный смысл. Вот, наверное, и в задачу работы комиссии входит какая-то помощь, чтобы этот смысл раскрывать, и чтобы вся эта работа строительная, вот, работа многих мастерских, которые есть у нас в митрополии, чтобы она была нацелена на высокое качество, на подражание тем необыкновенным образцам, которые есть в нашей церковной культуре. Нынешняя встреча посвящалась развитию иконописи в 16-17 веках. На тему рубежного момента в истории русского церковного искусства и развития древней алтарной преграды участники подготовили иллюстрированные доклады. У художника-иконописца Дмитрия Шестопалова, который трудится в мастерской Свято-Георгиевского прихода, доклад о более раннем периоде искусства, 10-12 веков. Именно в стиле того времени планируется выполнить иконостас для храма 40 севастийских мучеников. Такую вот, Престую Богородицу на престоле мы планируем бы иконостас. Вот, то есть иконы большие, вот, метр восемьдесят, вот, и зачастую вот в ранней церкви праздничный ряд и дейсис совмещали как бы вот в один эпистилий называется вот. И вот древние праздники, праздничный ряд, которые сохранились, они как раз находятся в Святой Монастерии на Синае. Это вот совмещенный как бы дейсис и праздники. То есть это двухъярусный иконостас. И вот мы вот такой хотим иконостас в Нижнем храме 40 мучеников. В иконописи, как и во всем церковном искусстве, немаловажную роль играют каноны. Тем не менее, здесь всегда есть большое место для творчества. Именно поэтому молодые художники пробуют писать иконы, тем самым развивая свой талант и обогащаясь духовно. Евгения Шатилова, Константин Яковлев, Андрей Алексеев, телестудия «Дон православный».